Привет всем, с вами опять Един. Ауч! Сегодня я хочу с вами поговорить о идеалах и недостатках. Так что давайте начнём. В общем так, дело в том, что когда мы маленькие, мы смотрим на какой-то идеал, мы тыкаем на него пальцем, и мы его не оставляем на всю жизнь почти, пока мы не подрастаем. Но идеал, он не единый. Есть много идеалов в этой жизни. Вы сами идеал. Когда мы маленькие, мы смотрим вот так. Когда мы уже подрастаем, мы смотрим вот так. И мы видим разные вещи, что мы раньше не видели. Так что давайте начнём с моих недостатков, в которых я убедилась позже, что они были идеалы, они не недостатки. И самая первая проблема, я думаю, что я не единственная, у которой была эта проблема. Маленькая грудь. Я помню, как каждый год моя мама брала меня в магазины, чтобы купить мне или бюстгальтеры, или купальники. И я скажу вам правду, я вообще не знаю, зачем мне нужны были эти бюстгальтеры, когда мой размер был A. Зачем? Что за ерунда? Я плакала каждый раз, когда я заходила в примерочную. Я знаю, что если когда я была A, я была бы маленькая, и у меня были эти деньги на операцию. Я пошла и сделала эту операцию в 17 лет, но сейчас мне 25 лет, ещё две недели. И я хочу вам сказать, что в последние 8 лет я люблю, как я выгляжу. Я люблю, что... Я люблю, что у меня маленькая грудь, потому что это то, что мне подходит. Это то, что у меня получилось, когда у меня мама родила. И с этим я хочу жить всю мою жизнь. Может быть, когда мне будет 40 лет, и когда я рожу 7 детей, то я сделаю операцию, потому что мне надо будет что-нибудь исправить. Но в 16 лет, в 15 лет, в 16, в 20, в 25 нам нечего править в нашем теле, потому что мы молодые. Я знаю очень много женщин, которым 40-50 лет, которые хотели бы выглядеть, как мы. Или наоборот. Есть дети, которые... У меня была подружка, у которой очень огромная грудь, она очень маленькая. Она сама подружка маленькая. И я наплакала об этом каждый день. Но я хочу вам сказать, что если у вас какие-то проблемы, если большая грудь вам даёт боль в спине, то можно с этим что-то делать. Но когда у вас маленькая грудь, вам не надо её трогать. Это не то, что вам принесёт счастье. Вы думаете, что это принесёт счастье, но когда вы думаете, что ваше счастье состоит от какого-то недостатка в вашем теле, то это не настоящее счастье. Потому что вы только хотите быть как. Я хочу быть как она. У неё большая грудь. Хочу быть как она. Но это неправильно так думать, потому что вы будете страдать от этой мысли. И любите себя так, как вы есть. Потому что, поверьте мне, вы — это самый красивый человек на свете. Нет такого некрасивая женщина или некрасивая девочка. Нет такого. Есть девочка, которая себя не любит. А когда вы себя не любите, то вы будете думать о своих недостатках, и все будут об этом думать. Если вы смотрели мое видео про 35 фактов обо мне, то я сказала, что я всю жизнь хотела быть очень-очень высокой. И ела морковку для этого. И в конце концов, в 13 лет я была очень высокая. Я всегда была самая высокая в классе. И когда я стала очень высокая, то мои друзья и вообще мальчики были очень низкие. Так что я была очень высокая, 170. А люди вокруг меня были 160 и даже меньше, 150. И я ходила вот так, потому что я была самая высокая. И почему я была самая высокая? Почему я ходила вот так? И потому что я сказала себе, это же была моя мечта — быть такой высокой. Почему я начала комплексовать? Потому что люди вокруг меня были низкие, а я была высокая. Они хотели быть высокими, как я. и они говорили мне, ты джираф, ты так и так, ты так и так, все такое. И мне стало грустно, потому что я поняла, что что-то тут нехорошо, потому что все низкие, а я высокая. И, кстати, это еще что вы должны знать, что люди, что люди всегда, люди, у которых, как-то сказать, ум не широкий, как у вас, допустим. и у вас будут всякие мысли, большие мысли, они будут вам говорить, что вы, что с вами что-то не в порядке, что вы говорите чепуху. На самом деле, что-то с ними не в порядке, потому что у них ум слишком маленький для того, чтобы понять. есть смысл в том, что вы думаете. Посмотрите на всех этих людей, которые достигли что-то в жизни. Никто им не верил сначала, все над ними смеялись. Никто не верил, и вдруг они были смелые, они делали то, что они хотели, и они вдруг сделали этот шаг, и они самые успешные люди в этом мире. Вы можете прочитать про них и делать как они. Что это значит делать как они? Быть самим собою. И не давать никому сломать вашу мысль. Теперь, когда мне уже 25 лет, и мой рост остановился на 172, я знаю, что... Какая ошибка это было плакать за то, что я была высокая, когда я была маленькая, потому что если бы у меня было еще 5 сантиметров, то бы я не плакала за это, я бы была довольна. Когда женщина высокая, это очень красиво. Дальше я хотела сделать операцию на нос, операцию на там, операцию тут, операцию везде, но сейчас я знаю, что Эдин, я тебя так люблю, что не хочу, чтобы ты изменялась, потому что я тебя люблю. Неважно, сколько ты плакала, когда ты была маленькая, и какая чепуха у тебя была в голове. Спасибо Богу, что ты выкинул мне эту чепуху из головы. И вот что я вам желаю, чтобы вы были довольны, кем вы есть. Неважно, какой цвет кожи у вас, или какой рост у вас, или какой размер груди у вас. Будьте довольны, кем вы есть, потому что вы идеал, вы это единственный человек в мире. Нет еще одного, как вы. Будьте вы в том, как вы выглядите, и в том, как вы думаете. Не дайте никому изменять ваши мысли, или говорить вам, думать по какому-то другому. Думайте, как вы думаете. Как я вам уже говорила в прошлом видео, вы можете слышать... Как это называется? Пишите совет. У-у-у! Ха-а-ай! Азаркленичка! Яла. Яла. Есть ли提出來, му-у-ус, вы- συне говорите? Салюта! Наздаровывья. Наздаровывья! У-у-у-у! Бво-у-у! Хай, бво-у-у-у, вы-у-у-у-у-у! Бво-у-у-а-у-у-у-у-у-у! Ой!